Всем доброе утро! Утро мое начинается с промывания вот этой зеленой гречки. Как вы видите, это баночка. Баночка сайхерба, я уже ее как-то показывала вам. Здесь, видите, специальная крышка с ситечком, то есть удобно промывать и проращивать сразу в ней. Ночью она у меня стояла замоченная в воде, в вертикальном положении. Вот сейчас я ее достала, промыла как следует и теперь вот в таком виде я ее поставлю, не фокусируется камера на зернышках, поставлю ее сейчас в темное место под углом 45 градусов и в течение дня, два раза в день буду ее промывать. И где-то через два дня уже будут ростки на этой гречке, она будет готова к употреблению. Можно добавлять смузи, куда-то перемалывать, ну в общем, по вашему желанию. Музыка Ну вот сегодня такой у нас завтрак с Полиной на двоих, хлебушек, сейчас еще там дожаривается хлеб. Здесь у нас авокадо, поперчила, посолила, лимонным соком плила и вот такие два салатика. Всем приятного аппетита! Музыка 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 Ну вот, теперь елочку убрали. Вот так теперь выглядит окно наше. Намного стало светлее. Сейчас надо пыль вытереть и пропылесосить палас. Будет полный порядок. На ужин у меня сегодня печенка. Только что приготовилась. Это печень индейки. Самым простым образом. Пожарила с луком, поперчила, посолила и потушила. И все. И ужин готов. Вкусно, полезно. У нас раннее утро. Полина пьет чай, завтракает. Сейчас у них будет математика в 8 утра по скайпу. Вот такая дистанционка у нас. А я сейчас буду пить вот такой коллаген. Разобью и выпью натощак до еды. Выглянула в окно и посмотрите какая машина стоит перед нашими окнами. Ламуду, скорее всего, нам привезли кому-то заказ. Посмотрите, какая интересная машина. Сверху как сделана. Красная. Такую вообще вижу первый раз. Кстати, напишите. Мы в Ламуде никогда ничего не заказывали. Ну что, побывала в магазине FixPrice. Кое-что закупила. И хочу с вами поделиться своими покупочками. Итак, давайте смотреть. Одна из покупочек. Это корректирующая вот такая ручка. Корректирующая. С этими ручками, конечно, я хочу сказать вам беда. Ну что интересно, давайте сразу озвучу цену. Цена на ценнике в магазине была 29,50. А в чеке, смотрю, стоит цена 27,50. Очень непонятно, сколько же на самом деле стоит. Но не суть. Дешевле еще лучше, если нам пробили. Я очень рада. Ну смотрите, дело в том, что вот эти корректирующие ручки, беда в каком плане? Вроде покупаешь, они сначала пишут, потом они не пишут. Кстати, поделитесь в комментариях, если кто-то покупал такие ручки. Долговечные они у вас. Ну, насколько долговечны, да? Вот. Я вам озвучила, как происходит дело у нас. И вот недавно купила в Алексе такую же ручку, но фирма другая, Эри Краузе. Там попробовали, вроде пишет. Полинка пописала тоже, вроде писала какой-то... Ну не писала в смысле, замазывала, да? Какое-то время потом раз и все. То есть ей ничего не помогает. Не знаю, в чем проблема. Но тот вот в Алексе еще дороже. Я, по-моему, 112 рублей отдала за него. Но вот этот радует, что дешевый. Ну, будем надеяться, что надолго. Вот этот купила, прям хорошо-хорошо замазывает. Ну, посмотрим, насколько его хватит. Следующая покупка – это силиконовый пенал. Вот такая новиночка появилась. Вот в такой упаковке. Разновидностей там очень много. Но что мне понравилось, скажу вам всю информацию о нем. Что мне понравилось, видите, это как бы два в одном. И игра попить, да, и заодно пенал. Вот, приглянулся, купил, конечно же, полинки. Есть вот такая, что это у нас? Веревочка, да? Переносочка такая. Вот. Так он выглядит внутри. Плотный силикон. Ну, прикольно-прикольно. Мне вот лично самой даже понравилось. Цена у него была 249 рублей. Вот видите. Конечно, я так думаю, пока он пустой, будет играться в него, скажем так, проще. Но, наверное, когда мы уже его наполним, будет, наверное, все-таки сложновато. Ну, где-то моментами можно и поиграть. Вот. Прикольный пенал. До этого продавали, помните, силиконовый пенал тоже мы покупали. Но они тоже цветные, такие красочные, тоже хорошие. Но вот без такой, скажем так, игрушки. Ну, прикольно придумали вот раз. Удивили и порадовали. Следующая покупка, это вот такие веточки декоративные. Я надеюсь, вы их видели уже и в обзоре, и в продажах. Купила я такие три веточки. В каждой веточке по пять штучек. Вот. В принципе, можете и по одной покупать. Но я купила вот три таких. Скажу, что веточки не из дешевых. Каждая веточка вот из пяти штучек стоит 199 рублей. Мне кажется, если бы была бы цена озвучена сразу, я бы, может быть, и не купила такие веточки. Потому что все-таки дороговато, я считаю, стоит. Ну, в целом, неплохие. Украсить можно любую часть квартиры. Вот. Сами вот здесь веточки, они, конечно, длинноватые. Я уже перемерила во все вазы. Конечно, они мне где-то вот так. Либо их надо отрезать, либо покупать какую-то другую вазочку. Вот. Сами по себе приятные такие расцветки. Это все в продолжении новой коллекции. Да, помните, я вам показывала в обзорах вот эти подносы. Всякие вазы вот эти желтые, там, синие, серые. Вот. И веточки тоже из этого, из этой коллекции. Но остальную коллекцию, конечно, я не стала прикупать. Я купила чисто только веточки. Следующая, это вот такая новиночка. Только-только появилась в продаже. Вот такой поднос. Ну, хотя здесь написано органайзер для косметики аксессуаров. Ну, понятно, конечно же, это органайзер. Но выполнен он в виде подноса. Сейчас мы его с вами распечатаем. Вот. Ну, оригинально так смотрится. Не удержался, купила. Цена у него 249 рублей. И еще одна покупочка. Тоже из этой коллекции новой. Это вот тоже органайзер. Но вот в таком виде. Да, в виде шкатулочки. Тоже мне приглянулся. Цена у него тоже 249 рублей. Крышка должна открываться. Он достаточно глубокий. Сам прозрачный. Я думаю, можно использовать куда хотите. То есть, крышка не полностью снимается, а должна откидываться. Сейчас мы все с вами распакуем. И поднос, и вот этот органайзер. И сравним, посмотрим. И протестируем. Ну, вот, освободила от пленки защитной. И вот так он выглядит. Без пленки еще красивее, кстати. Да, крышка откидывается, естественно. Вот под таким углом. Даже крышка плотно прилегает. Ну, конечно, вот это соединение немножко, видите, покачивается. Но, думаю, это будет не помехой. В целом, мне нравится. Нравится, что он прозрачный, что он с крышкой. И выполнен в виде шкатулочки. В принципе, можно применить куда хотите. И под косметику, и даже под какую-то, может быть, канцелярию. И вот так данная коллекция смотрится в наборе. Поднос и вот такой органайзер. Мне хочется его назвать все-таки шкатулочком. Так выглядит без упаковочной бумаги наш поднос. Конечно же, он вращающийся, что очень радует. Конечно же, тоже можно применить в различные уголки квартиры, как вы понимаете. Не только под косметику, мне кажется, можно где-то и на кухне расположить. И в коридоре. Это уже кому как понравится. Этим он мне понравился. Много функциональностью. Поэтому я его тоже прикупила. Давайте в качестве примера положим эту корректирующую ручку. Вот таким образом вращается. Все очень классно. Супер. Ну и этот же корректирующий карандаш положим вот сюда. Тоже, как вы видите, все отлично вписывается. Я думаю, большой объем можно положить косметики в данный ящичек, данный органайзер. Так что присмотритесь к данным товарам. Я думаю, они вам тоже понравятся так же, как и мне. Ну вот и все покупочки у меня на сегодня из магазина FixPrice. Я думаю, вам они понравились. Сейчас хочу измельчить вот эти орешки свои. Это фундук. Он жареный. Естественно, я его покупала. Жарила не сама. Предварительно он у меня уже замочный и высушенный. Так что это сухие орехи. Сейчас будем складывать блендер и измельчать. Ну и что же у меня получилось. Смотрите, как много. Это вот здесь и здесь это орехи, которые я вам показала, да, фундук. Видите, какое количество в измельченном виде. А рядом это семечки тыквенные. Упаковочку я сюда замолола. Почти как мука получилась. Все. Посмотрите, какое большое количество. Теперь буду добавлять в пищу. И все. Приготовила творожники. Полинка уже часть съела. Вместе со сметаной. Всем доброе утро. Вот такая погода за окном. Миленький снежочек идет. Не знаю, видно вам или нет. Кто-то он гуляет с собакой с утра. Мой утренний ритуал уже. Приготовила себе коллаген. Предварительно насыпаю сюда ложечку, которая здесь находится. И размешиваю. А теперь буду выливать в шейкер. И как следует забью с оставшейся водичкой. И готов наш напиток к употреблению. Всем надо уже употреблять коллаген после 35 лет. Ну а мне-то и вообще подавно-давно. Давно не готовила овощи, цветную капусту и брокколи на пару. Вот сейчас решила замочила в воде в подсоленой. Пусть чуть-чуть помочится. Вот промою и поставлю в пароварку. Пока у меня тут замачивается брокколи с цветной капустой, достала свою банку с зеленой гречкой. Смотрите, как проросли роски. Все, сейчас буду промывать и убирать в контейнер и в холодильник. И использовать можно уже в еду. Завтрак как раз и начнем это делать. На завтрак у меня опять пшеная кашка. Она только сварилась. Сейчас буду разбавлять ее молочком кокосовым. Посмотрите, как неожиданно пошел снег. Вот такие крупные хлопья. Надеюсь, вам видно. За окном теперь прям сказка. Очень удобно мне готовить. Все-таки вот сравниваю вкус в пароварке и просто вареные овощи. Мне больше нравится на пару. В общем, сегодня у меня настроение сделать на пару. Чем сейчас я займусь. Ну что, сварился мой супчик чечевичный. Так что обед готов. Мы направляемся в магазин. Да, вышли. Сегодня за окном у нас минус полтора градуса. И Полина тоже вышла. Хотя еще не до конца не долечилась. Купили сейчас капли проторгол. Потому что ее нос никак не хочет вылечиваться. Насморк. Это что-то с чем-то. Ну ладно, мы идем пешком. Потому что надо прогуляться. Погода отличная. Тепло. Метели нет. Ветра нет. Все отлично. Идем наслаждаемся нашей прогулкой. Ну вот, дошли мы до магазина. Пойдем закупаться. Ну иди, посмотри. Так, вот мандарины надо. Ты только далеко не уходи. Я же сейчас буду брать. Давай тележку оставь мне. Да. И иди куда хочешь. Сейчас я возьму мандарины. Мандарины по 100 рублей. Груша. Конференция, кстати, недорогие. 170 бананов. Голубика. Вот такая цена. Клюква. Свежие. Грибочки. Вот вешенки надо взять. 110 рублей. Чего отличается ассорти и коктейль от сбора продуктов? Кто его знает? Состав надо читать. Так, капуста цветная 180. Айсберг 130 у нас тут. Редис 80. Упаковка сельдерей 100. Брокколи 300. У меня сегодня пока ни брокколи, ни цветная не нужна. Пока все у меня есть. Вот шпинат и руккола по 140 уже тоже подорожало все. Но пока у меня все есть. Не буду брать. Пойдем посмотрим, что еще тут продают. Морковка. Достаточно крупная. Сколько она стоит? 40 рублей. Картофель фасованный 30. Так, вот мне надо авокадо. Тут готовая шапка есть. Да тут все есть. Знаешь, с чем? С чем? А, там ролл. Такие, эти пороли-то с собой. С чем? Кольца, соусы, сыр, помидор в лесу. Смотрите, какой наборчик тут интересный продают. Две кружечки вот такие. Классные. Смотрите, какие крышки. Они закручиваются. Такая мощная крышка. И вот такая кружка. Интересная такая задумка. Класс. Сколько же такой стоит наборчик? Так, набор кружек 500 рублей в подарочной упаковке. Вот еще какие кружки. Тоже интересные, красивые. Чашка фарфор 200 рублей. Классные. А это что? А это, наверное, салатники. 170 рублей. Кормы для запекания. Смотрите, сердечки. И побольше сердечка для запекания. Так, а сколько же они стоят? 200 рублей и 300 рублей. Доска разделочная. 180 рублей. Вот такие сердечки. Кофе надо? Нет, мы не пьем кофе. О, какие. Это что такое? Подушки? Или что? А, антистрессовая игрушка. Заяц, зайка. 350, 200 рублей. А, вот уж. Видишь, какие длинные. И вот такие игрушки. Это, наверное, по 350. А вот такие малюсенькие. Смотри. Это стоит 200 рублей. Сколько? 200. Сыринадские. Колготки, да? Детские. Ну, не для тебя уже. 3-4 года. Да. Вот такие формочки черного цвета, сердечки. 1 сантиметра. Ну, и получается, это точно такая же, только побольше. Смотрите, собрала вот такие коробочки из фикс-прайса. Помните? Надеюсь, помните. Я вот покупала вот в таком цвете. Бежевые. Как раз они вот подходят под мою стенку. И вот планирую, может, где-то наверху поставлю эти две коробочки. В собранном виде они мне еще больше понравились. Очень-очень плотные. Показывала я их в своих обзорах на канале Океан Счастья. Вот так они внутри выглядят, когда при сборке. И вот так крышки. Плотный картон, очень нравится. Теперь осталось их заполнить и поставить. Можно сюда что-то, знаете, может, шапки какие-то там, вот, одежду. Ну, в общем, фантазии у всех много. Кому что нужно, можно сюда поставить. Очень нравится цвет, такой нежный, приятный. И вот очень, еще раз повторюсь, к моей стенке очень гармонично смотрится. Так что буду заполнять и расставлять. Так, а это моя посылка с озона. Но, как видите, здесь не видно, что это озон. Сразу привезли вот такую упаковку. Это у меня кокосовое молоко. Здесь 12 коробочек с Индонезией. Так что готовая упаковка. Сейчас вскрою, проверим. Ну, должно быть все цело. Так, ну вот, открыла, смотрите. Все в рядок стоят. Очень здорово так упакованы. Ой, чуть ног от не сломала. Ладно, наверное, так они не будут храниться в пакетах. Сейчас покажу, какое у меня есть молоко, чтобы вы имели представление. Вот, в холодильнике стоит. Вот, точно такой же я и заказала. По литру в упаковке. Вот, смотрите, приготовила себе вот такую вкусняшку. Здесь у меня урбич и банан. Чуть-чуть бананчика. И покажу, какой урбич я сюда положила. Вот такой. Беру, здесь перемешиваю и с чаем пью. Вот такая вкусняшка у меня к чаю. Ну, что, вернулись мы домой. Ну, вот такие покупочки. С одной стороны, вроде бы немного, да, глядя, что лежит. Но, с другой стороны, все это мне обошлось. Две тысячи рублей. Вот чек. Плохо пропечатано. Две тысячи... Сейчас покажу вам получше. Вот. Сейчас. Две тысячи тридцать рублей, тридцать четыре копейки. Вот. Магазин, да. И вот такие цены. Это еще при условии, что я купила кое-что со скидками. Итак, давайте посмотрим, что же я тут купила. Монастырский Геркулес. Вот такой. Так, сейчас буду искать ценник. Пятьдесят четыре рубля с копейками. Отставила на другой стол вот такую чашку. Вот, смотрите, как выглядит. Вот. Понравилась такая. Фарфор здесь. Объем. Четыреста сколько? Четыреста пятьдесят. Не вижу точно. Понравилась такая оранжевая. Люблю оранжевый цвет. Так, она стоила, ну, почти двести рублей. Дальше. Дальше по линке купили мармелад. Не пойму, 36 рублей со скидкой. Мне вроде стоило такое фрутелло. Но вроде там сок присутствует. Так, что еще купила? Цыпленок Корнишон. Был со скидкой. Обошлось. 150 рублей. Так, где он у меня есть? Вот он. Это что-то новенькое появилось в магазине. Там еще был цыпленок просто. Цыпленок такой большой, как курица. А это вот, видите, цыпленок Корнишон. Малюсенький, да? Он был со скидкой. Здесь вот получается. А за килограмм 400 рублей. Там 399, что ли, цена была. Ни разу такой не брала. Первый раз увидела, что у нас такой появился. Напишите, кстати, в комментариях, может, вы такие брали. Что это за цыпленок Корнишон. Ну, вот, взяла на пробу. Очень интересно. Так, что еще купила? Купила огурцы. 4 штучки. И вышло у меня 104 рубля. Ну, вот такие тепличные. Маленькие, аккуратные. Так, что еще? Читаю прям по чеку, чтобы ничего не пропустить. Голубика. 250 грамм. Была со скидкой 280 рублей. Вот такая голубика. Постоянно мы ее берем. Кстати, очень нравится. Всегда свежую туда привозят. Вот. Так, что еще? Дальше филе бедра. Тоже было со скидкой. Вот, чек плохо пробит, не пойму. Ну, в общем, где-то в районе 200 рублей. Вот он, филе бедра. Видите, скидка написана тоже. Там 767 грамм. Так, что дальше? Ну, опять взяла авокадо. Авокадо пока цена не меняется. Это ХАС. 200 рублей за 2 штучки. Так, дальше тоже. Вот видите, скидка на сыр. Это овечь из сыра, из овечьего молока. Вот. Иногда я такой беру. Он тоже, как вы видите, со скидкой. Так, упаковочка стоит 99 рублей. Обошлась, по-моему, 71 рубль. По чеку. Если тоже как следует приглядеться. Ну, с копейками, ладно. Так, масло сливочное. Почти 140 рублей. Это вот президент. Вот это масло. Тоже была со скидкой цена. Дальше апельсины. Вот такие красные в упаковке. Цена 173 рубля вот за этот вес. А так, за килограмм 150 рублей. Значит, здесь больше килограмм. Там были в продаже мандарины тоже в сетке. Но там очень большое количество. Не стала покупать. Но были дешевле. Так, килограмм стоил 130 рублей. А со скидкой 100 рублей. Если бы много съедали, я бы, конечно, больше купила. Так, что дальше? Хлеб. Хлеб фермерский купили на квасном сусле. В хлебе, по-моему, тоже, если я вижу, четко или нет. 250 грамм. И стоил он 40 рублей. Так, это вот такой хлебушек. Взяла его на пробу. До этого мы брали какой-то белый хлеб. Вот взяла темный хлеб. Так, что еще? Сейчас гляну. А, Полинке тут ватрушку купили. Сейчас гляну цену. Какая-то новинка была написана. Новинка. Сейчас цену скажу. И вот такой хлебушек тоже постоянно берем. Полинке нравится. Он зерновой на закваске. Но тут есть дрожжи. Вот я не знаю, вот про этот было указано, не указано. Есть там дрожжи, нет. Вот видите, выпекают, сразу там выкладывают. Вот, а до этого я помню, покупала прям без дрожжевой. Так, еще у нас, значит, ватрушка. Сейчас найду, сколько стоит ватрушка. Ватрушка стоила 34 рубля 90 копеек. Дальше. Хлеб вот этот Даниловский, который я вам показала, почти 57 рублей. Сыр Бурата. Полинка очень любит его, вот этот сыр. Вот он он. Тоже была скидка. Купили. Так вот, без скидки он стоит 199 рублей. Со скидкой 171 рубль, по-моему, обошелся. Ну, скидка в 30%. Так, хорошая скидка-то. Ну, понятно, все же, все скидки делают, потому что уже срок годности подходит. И они скидывают на этот товар цену. Так, и вот вешенки грибы пропустила я еще 110 рублей. Все, все покупочки. Сварила какао. И налила в свою новую красивую кружечку. И смотрите, что сверху добавлю. Это кокосовые чипсы, тоже сахерба. Вот так они выглядят. И будет очень вкусно. Ну что, многих, наверное, интересует, что же там у меня происходит с бывшим мужем. Ну, хочу сказать, что все, слава Богу, хорошо. В тот день он вернулся, настроил Полинке скайп. Так что, такие недоразумения улажены, слава Богу. Вот. Полинку продолжаем лечить. Сейчас купила ей уже насморк, вообще не проходит. Я даже не знаю, то ли изначально была бактериальная инфекция с ней, то ли присоединилась потом бактериальная инфекция. Ну, потому что обычно, если больше 10 дней не проходит насморк, это значит, уже с бактериями связано. Но врачи у нас не лечат, педиатры в больнице. Вот, сколько мы приходили на прием, они только говорят, лечитесь, лечитесь. Чем лечить, неизвестно. Ну, я так думаю, даже если мы бы пожаловались там на нос, или там на уши бы, например, она бы нас направила к лору. Ну, у нас лор в городе не очень-то и хороший на таком государственном приеме, скажем так. Вот. То есть, это если собираться, надо идти на платный прием. Ну, вот пока лечимся своими силами. Теперь вот я давно, это тоже в глубоком детстве, ей лечила насморк проторголом. Я тоже думаю, вы в курсе. Вот. И сейчас вновь его купили. Решила покапать, потому что вот, чтобы подсушить вот ее вот эти сопли, насморк. И вот действительно сейчас начала капать. И вот смотрю чуть-чуть получше. Ну, посмотрим, как дальше будет. Если уж это не поможет, тогда, конечно, пойдем на платный прием. Что делать? Ну, вот проторговую вообще-то хорошие капли. Но это при бактериальных, понятно, инфекциях. Во-первых, там и серебро входит, и плюс йод. То есть, такой состав-то хороший. Заодно для горла и для носа. Ну, в общем, будем дальше продолжать лечиться. Посмотрим, что из этого. Благо, что вот сейчас каникулы, как говорится, продлевается наше лечение. Ну, в общем, вот такие дела. Субтитры сделал DimaTorzok